Вот так вот, чем мы и занимаемся. Мы вам показываем, как вы можете себе поставить газооборудование. И реально экономить. Потому что даже при простой установке газооборудования, ваша экономия в 50% это уже на следующий день. Это, конечно, очень хорошо, что наше правительство позволяет нам не тратить энные суммы на бензин. Так же, как и на газ. То есть, если мы говорим про кризис, ничего не изменилось. Бензин стоит столько, сколько стоило раньше. Газ стоит столько, сколько стоит и раньше. Вопрос в чем заключается? Вы ставите себе газооборудование. Оно стоит, естественно, денег и, естественно, в долларах. Так вот, понятный результат, когда доллар приподнялся в два раза, как вы можете себе его поставить? И сейчас, благодаря партии и правительству, и партии Единая Россия, мы немножечко компенсируем тот самый негативный результат. Но, тем не менее, люди так же продолжают работать, и они так же хотят, что вы ставили себе газовое оборудование. Тут возникает вопрос аренды. То, что раньше, оно стоило дорого. Сейчас-то стоит гораздо дешевле. Где все это дело находится? Прямо перед моей спиной идет поворот налево, и вы поедете туда, на Белорецк. Слева от меня химчистка и польский городок. Справа от меня цех покрытий. И вот сюда вы можете приехать, чтобы поставить себе то самое, и уже теперь дешевое газовое оборудование. Вообще-то, вообще-то мне надо спасибо сказать. Потому что без меня и без моих машин проблема газификации нашего города была бы как в Уфе, Екатеринбурге и Челябинске. Но вы-то понять должны. Я вам показываю то, что должно было быть. Россия в действительности кладезь небесный по количеству материалов. Россия, по сути, может добыть газа в десятки раз больше. Но Россия-то не нужна. Она продает столько, сколько нужно, ограничивая себя в количестве. Да и так, по сути, хватает. Теперь про ДВС, про двигатели. Вот они-то любые. Везде, где сгорает топливо. Газ дешевле и вкуснее бензина. Уж поверьте-то мне. Я почти сдал кандидатский минимум. И поэтому даже не парьтесь, а ставьте газ. И поэтому в газовом городе я не понимаю, зачем кто-то ставит бензиновые заправки. Ау-у-у, вы с дуба рухнули. Ставьте газ и зарабатывайте. Еще лучше ставить дешевый газ, как в Челябинске. Кстати, пока я вам не показал, но суть-то понятна. Где надо себе ставить газ? Наш персонал прошел дистанционное обучение совместно с итальянскими специалистами, с оборудованием GFI, завода-производителя. Сейчас у нас действует новая сервисная служба, которая реагирует по первому звонку на все проблемы, которые возникают с газобаллонным оборудованием. Их не так много. Наше оборудование, оно амалогировано европейскими штаб-квартирами на сохранение заводской гарантии. Наши магнитогорские автосалоны и автосалоны по Челябинской области уже начинают ставить это газобаллонное оборудование с успехом, оставляют заводскую гарантию. Наше оборудование, оно соответствует классу Евро-4, Евро-6, в то время как оборудование других производителей соответствует классу Евро-4. И отличный результат. В скором времени у нас естественный праздник, 9 мая. И мы празднуем нашу замечательную победу. Что вы готовы предложить нашим магнитогорцам? С 15 мая у нас будет действовать акция «Ко дню победы». По подробности вы можете узнать, позвонив по телефону, либо приехав к нам в гости. А количество горшков, мне вот это больше всего интересует. В основном она будет распространяться на 6- и 8-цилиндровые комплекты. Теперь о сути вопроса. Установщиков газа в городе много. И только нормальные работают с телевидением. Ненормальные пытаются продвинуть в газетах, в листовках и на штендерах. Но вот эти самые рекламки такие большие-большие. И на них они показывают свои услуги. Умный понимает, что лучше один раз увидеть и станет все понятно. Кстати, где ум, там человек и экономит. Я ранее на бензине тратил 15 тысяч рублей и ограничивал себя в поездках. Сейчас 4 тысячи рублей, и я не ограничиваю себя в перемещениях. Выгода 60%. Про остальное другая тема. Но вы видите, где я ставлю газ. А зная о том, как я выбираю, думайте сами, господа. Ну, а как сюда приехать? Приехать-то достаточно просто. Справа от меня выезд на Белорецк. Передо мной получается химчистка и польский городок. За мной цех покрытий. Записаться на прием легко и просто. Вот видите телефончик. 45-47-67. Записывайтесь. Кстати, график работы. Круглые сутки. С 9 до 7 часов. О, простите, до 5 часов. Но если вы сильно-сильно захотите, вы сюда приедете, почему бы и нет? Наверняка эта контора может работать и круглые сутки. Ставите себе газ и реально экономите. Поверьте мне, есть такое замечательное слово. Нежели богато, нефиг начинать. Вот, я бы сказал так. Да, мы нежели богато, но мы можем в реальности экономить. А если мы будем экономить, то счастья у нас будет в разы побольше.